Финальный концерт победителей 7-го православного фестиваля конкурса «Вифлеемская звезда» и 14-го конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» собрал в зале районного культурного комплекса самую благодарную аудиторию. Песни о России, посвященные Родине, вошли в программу объединенного концерта под эгидой 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Отбор финалистов на осмотр «Я люблю тебя, Россия» проводился в декабре прошлого года. Победителей «Вифлеемской звезды» определяли в январе 2016-го. В числе лауреатов – ансамбль «Ладанка» Щелковской детской школы искусств имени Розума. В конкурсе участвовали вокалисты разного возраста, начиная с шестилетних детей, заканчивая седовласыми ветеранами. У каждого свой неповторимый образ, своя манера исполнения. Анастасия и Надежда Мартыновы не рассчитывали на победу, но этому дуэту жюри дало высокую оценку. Мы на победу не рассчитываем, но стараемся. Главное участие – это неважно, победил или нет, главные эмоции. Анна Матвеева – солистка хора «Элегия» районного культурного комплекса. За отрывком из музыкальной и симфонической поэмы напомнила зрителям о всенародной трагедии, какой стала Великая Отечественная война. Колыбельное пеплу на стихи Марцинкявичуса и музыку Мартынова прозвучала особенно пронзительно. Очень тяжелая песня о том, как мать призывает, у нее и дети погибли, все погибли, и она призывает к тому, чтобы люди боролись за мир. Это так сейчас актуально, так это нужно. В торжественности галоконцерту добавил Мунинский хор юноши из школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина. Другого такого коллектива в Щелковском районе просто нет, отметила руководитель хора Любовь Недорезова. Мужских хоров не так много, а исторически сложилось так, что мужские хоры это либо казачьи, либо монастырские были, солдатские были. Вот и поэтому, исходя из этого, репертуар нашего коллектива такой. Как оценили свое первое место? Мы можем лучше. Показывали лучшие результаты, но от сегодняшнего выступления только положительные эмоции. Каждый из вас сегодня своим творчеством внес еще одну ленту в ту историю, в ту память о былых победах, о былых сложностях, которые преодолевала наша страна. Финалом стало награждение победителей кубками и дипломами. На сцену один за другим вышли все 35 лауреатов конкурса патриотической песни и около 20 исполнителей композиций на религиозную тему. Очередные награды увезли с собой певцы вокального отделения детской школы искусств имени Розума. Народные коллективы «Сударушка», «Подружки», «Золотые купола», многочисленные солисты учреждений культуры Медвежоозерского поселения. Среди дипломантов отметились новички. Как обещали организаторы, лучшие композиции вновь прозвучат на районных торжествах, посвященных Дню Защитника Отечества.